Начальник полиции, анализировав информацию, установили группу лиц, которые занимались распространением по исеке наркотических средств, химического содержания, так как GVH и соль. Позже было установлено, что некий гражданин заказал посылку в городе Москве. Было установлено, где будут получать посылку. Мы задержали курьера с посылкой из Москвы. В итоге был задержан также гражданин, который заказал эту посылку и оплатил ее. В конечном итоге при досмотре посылки было установлено, что в ней находились соковыжималка и пароварка. В пароварке в дне было монтировано тайное устройство, где находились наркотики, около 300 грамм. При разработке был еще один установлен гражданин, который фасовал данное вещество. Произвели обыск, где на квартире также было изъято около 300 грамм наркотических средств, таких же, как в посылке GVH и химическая смесь под названием соль. Сейчас возбуждено уголовное дело. Один из группы арестован. Были изъяты весы, были изъяты два ноутбука. Были установлены много пользователей, по которым сбывались наркотики. В данном случае один гражданин задержан, арестован, другой находится на подписке возбуждено уголовное дело. Сейчас остальные наркотики, которые мы изъяли на квартире, проходят экспертизы. Он жил на съемной квартире на улице Береговой, где и производился обыск, где были найдены наркотики, то есть фасовали. А, кстати, это тоже сразу квартиросъемщикам смотреть, кому и как вы сдаете квартиры. А возрастом сколько лет? Возрастом молодой. Ну сколько? Сидеть уже может? Да, конечно. Совершеннолетний житель, конечно, больше 20. Совершеннолетний житель, который вполне... Сейчас заголовная ответственность по химическим наркотикам не поступает так же, как и все остальные с 14-летнего возраста. Если там идет особо крупный размер, 0,1 грамма, это уже один особо крупный размер. Так что здесь... Тогда сколько оно грозит? Ну здесь сейчас пока возбуждено захоронение, но там будет доказано избыт и все остальное, но это в пределах 10-11 лет. Но там в зависимости как суд устанавливает. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что накрыли всю сеть и больше номера ICQ на домах не появятся? Нет, конечно, этого нельзя считать, потому что сейчас это очень распространено, это закладки наркотиков везде в разных частях города. Все это общается по ICQ, все это ведется, оплата ведется через электронный банк, через электронный кошелек. То есть это такая вещь, что сказать, что на всю сеть мы накрыли, это, конечно, нельзя. Мы накрыли всего лишь одну группу, а их очень много в городе, они растут как грибы, тут же зарабатывают. Деньги, конечно, очень большие проходят через их руки, но в любом случае срок, который он того не стоит, деньги того не стоят, того срока, который не получат. Наркотики химической группы, во-первых, практически с первого раза идет привыкание, один раз попробовал, и с первого раза уже идет привыкание. Человек старается еще найти, но вот оно в таком вот и в ракурсе работает, потому наркоторговцы, это бешеные прибыли имеют с этих вещей. Обычно электронные кошельки в таких случаях открываются на подставные лица, в интернете все это прекрасно видите, продам электронный кошелек, продам то, продам это, то есть здесь в чем сложность того, что когда устанавливаешь электронный кошелек, не всегда можно установить его хозяина, потому что все делается в интернете, и это не кошелек в кармане, который можно достать. И там по коду заходит определенный человек, который работает с этим электронным кошелеком. Гражданская позиция в этом вопросе нам понравилась, что не считаешься временем. Несмотря на то, что мы в погонах, где мы работать будем сутками, они находились с нами довольно долго, ездили везде, ездили в Екатеринбург, находились и здесь, и на обысках. То есть нечасто такое сейчас встретишь. Поэтому еще раз говорю, хочу вам сказать компоненты развития. Спасибо.